Здравствуйте, это Игорь Виттер, это «Парадокс» с Игорем Виттерем. У меня в гостях доцент экономфак МГУ Олег Буклемишев. И сегодня наша тема, как Олимпиада повлияет на экономику России. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Ну, в качестве новостного повода, буквально на днях очередной, ну не то чтобы скандал, но выяснилось, что планировалось, что на Олимпиаде заработают производители материалов, строители. А нет, значит, выяснилось, что заработали производители материалов, но всяко не российских, и только небольшие локальные компании. Но я, естественно, хочу говорить не об этом, я хочу посмотреть вообще, в целом, как Олимпиада повлияет на экономику России, потому что ходят слухи, не то что ходят слухи, да, в общем-то, достаточно разумно, если посчитать, посмотреть плюсы, минусы и так далее, то выясняется, что после Олимпиады экономика России, скажем так, Олимпиада наносит экономике России достаточно существенный удар. Действительно, тема очень интересная, особенно если посмотреть ее в ретроспективе, потому что последние Олимпиады, они дали для этого серьезную пищу для размышлений. Как правило, считается, что плюсами для экономики проведения Олимпиады это, в первую очередь, это развитие инфраструктуры, то есть масштабный ввод в действие новых транспортных артерий, новых отелей, дорог и так далее. Второе, это появление, естественно, новых рабочих мест, которые с этим связаны. Третье, приток туристов и вообще прославление, вот реклама той страны, в которой проводится Олимпиада, и считается, что это все настолько серьезные плюсы, что они перевешивают минусы, а минусы тоже имеются. Ну, то есть призываются не считать просто тупо затраты плюс продажи, плюс трансляции, плюс следующее, да, то есть не подводить примитивную экономику, а нужно брать в расчет, что это все привлечет. Ну, то есть подразумевается, да, вы еще забыли главное, что будет развиваться молодежный спорт, да, и вообще, спорт вообще, и молодежный спорт частный. Спорт вообще, молодежный спорт, да, и вообще это политически довольно сильный такой импульс. Ход провести Олимпиаду. Конечно, конечно. Новые рабочие места, которые будут созданы, что еще? Вы, кстати, не посчитали, да, производитель материалов. Нет, ну это все то, что косвенные эффекты, которые расходятся по всей экономике. Да, но это не прямо вот в самом месте проведения, да, для всей страны. Эффекты второго порядка, что называется. Теперь давайте посмотрим с цифрами в руках, что происходит на самом деле. Что происходит на самом деле, вот я поговорил о плюсах, теперь давайте смотреть на минусы, потому что минусы тоже есть, и они весьма и весьма существенны, как показывает опыт проведения прошлых, опять же, Олимпиад. Первое, это то, что инфраструктура, которая вводится в действие, далеко не вся подлежит использованию после проведения Олимпиады. Понятно, что... Давайте сразу, она еще и не вводится, можно сказать, что она особо и не вводится в действие, потому что... Давайте предполагаем... Подождите, подождите, это серьезный момент, если мы говорим о нашей Олимпиаде, то насколько я понимаю, поправьте меня, если я не прав, то там как бы немножко Олимпиада проводится сюда, в сторону Красной Поляны, для самого Сочи, вот как для города, новую дорогу так вроде и не построили. Нет, ну есть аэропорт, который введен в действие, есть другие, есть некие дороги, которые проложены в самом городе. То есть, как мне кажется, все-таки инфраструктурный эффект определенный должен быть. Но, тем не менее, когда говорится об этой инфраструктуре, очень часто забывают, что инфраструктура бывает разного вида. Да, вот бабслейная трасса, она совершенно другого рода инфраструктура, нежели аэропорт. Использует ее довольно малое количество людей, и это, в общем, такая субсидия большому спорту от налогоплательщика страны. Есть хороший пример, я с большим удивлением его вычитал. Вот помните, когда была Китайская Олимпиада, 2008 год, построили этот роскошнейший стадион, Ласточкино гнездо, который назывался. Стоимость его была, если мне память не изменяет, что-то порядка 423 миллионов долларов. Так вот, после того, как этот стадион был введен в действие и прошло закрытие Олимпиады, весьма успешное, красивое, качественное, весь мир смотрел, этот стадион в течение года использовался еще только два раза. То есть, за 2009 год... Понимаете, тут вот возвращаясь к началу нашей передачи, китайцы-то могут себе позволить то, что мы себе позволить никак не можем, да? Я не думаю, что даже китайцы могут себе позволить, потому что... Выкинуть полярды на стадион? Ну, это не все, полярды это не все, потому что это самая крупная стальная конструкция, просто для того, чтобы поддерживать ее в действии, чтобы она не ржавела, ей нужно 50 миллионов в год. Об этом часто забывают, что та инфраструктура, которая вводится и простаивает, эта инфраструктура, ее нужно еще поддерживать в действии. Да, ну, опять-таки... И это те издержки, которые катятся далеко-далеко. Давайте, тогда вернемся еще на шаг назад, зато представьте, сколько пошло стальных конструкций, сколько было создано рабочих мест, а у китайцев с этими проблемами, опять вот эти вот пустующие города, которые стоят, это же нужно тоже создавать там инфраструктуру, туда нужно какие-то создавать предприятия, создавать внутренний спрос. Абсолютно верно, да, но это все равно, что создание внутреннего спроса, возведение Великой Китайской Стены, если уж опять говорить о Китае, да, вот создали стену, на нее туристы ходят, смотрят, а толку-то от нее какой? Потому что я утверждаю, что существует тысяча, миллион применений того самого юаня, который был задействован на этот самый стадион, который дал бы и экономике Китая значительно лучшие последствия. Хорошо, тут я с вами, я не спорю с вами поэкономически, но тут я как раз вот вступлюсь за Китай, китайцы этой Олимпиадой продемонстрировали всему миру, который еще недостаточно убедился, о том, как Китай встает с колен, да, то есть это действительно было зрелище, это было шоу, и это был для всего мира еще один сигнал, а вот мы все слышали, что Китай превращается в одну из крупнейших экономик мира, и когда-нибудь, наверное, станет первой, вот давайте мы сейчас покажем, как это выглядит всему миру, потому что для обывателя американского, я думаю, что Китай это вообще нечто непонятное, лежащее далеко, и разговор о том, что это крупнейшая экономика мира станет, это, в общем-то, глупость. Тривизм, да. Да, и они таки, да, показали, какой ценой, абсолютно согласен, но китайская экономика после этого не рухнула. Не рухнула. Не рухнула. А вот у нас возникает опасение, что российская экономика может получить серьезную пробоину ниже уровня. Это вполне может случиться, это действительно вполне может случиться. Вообще говоря о китайском опыте и о опыте многих других стран, которые проводили Олимпиады, тут этот опыт весьма-весьма неоднозначен. Я недавно сидел на одном круглом столе и даже выдвинул такую олимпийскую теорию, потому что, если вспомнить, чем закончилась Олимпиада в 80-х, не так уж долго прошло после окончания этой Олимпиады, советская экономика рухнула. Есть другой пример, уже совсем близкий. Вы знаете, все-таки не Олимпиада доказала. Не Олимпиада, но Олимпиада, я думаю, тоже нанесла определенный удар по экономике СССР. Давайте вспомним более близкий нам пример. Я думаю, что Олимпиада нанесла удар скорее по идеологии. Понимаете, все-таки Советский Союз погубило две вещи. Это непомерные расходы на оборонку и вот это все-таки приоткрытая дверь. Я в этом смысле считаю, что если придерживаться технологии железного занавеса, то по северокорейскому варианту ничего не должно залетать внутрь. А когда мы, если вы помните, в 80-м году увидели эти пластмассовые ведерки с джемом и Кока-Колу и запечатанные салями в индивидуальных пакетиках, наверное, народ призадумался и захотел какой-то другой красивой жизни. И сигареты Мальбора. Но тут уж приходится выбирать. Сигареты Мальбора, по-моему, все-таки были до того, и делали в Кишиневе. Они появились ровно в Олимпиаде. Да, вот Пепси-Кока-Кола и непомерные расходы на военный бюджет, они погубили Советский Союз. Да, и группа «Воскресенье» по радио. Это все действительно появилось в Олимпиаде. Нет, вы знаете, вот это я могу вам абсолютно точно сказать, что это не группа «Воскресенье». А если мне не изменяет память, году это в 88-м была, если помните, такая, кажется, программа по телевизору называлась. Нет, нет, нет. Группа «Воскресенье» перевоспорилась в 79-м году перед Олимпиадой. Нет, дело не в этом. Просто вот в 87-м была поставлена окончательная точка. Я, как сейчас помню, это был 87-й или 88-й год. Программа, это такое лирическое отступление. И ведущий этой программы, уж не помню, как его зовут, сказал, что сейчас вот для всех панков Советского Союза, в том числе для Егора Летова, звучит песня, и на экранах появился «Сидвишес». И покойный нынче мой коллега, царство ему небесное, Жора Ильичев, в котором мы дома сидели, он сказал нецензурное слово, которое, например, Мизурина запрещает говорить. Сказал, вот теперь это и в стране. И, в общем, так оно и оказалось. Но это лирическое отступление. Ну, если, хорошо, давайте, если считать советский пример немножко натяжкой, то уж, например, греческий натяжкой назвать нельзя. Да, тут нельзя называть натяжкой. Потому что Греции по греческой экономике, те 10 с лишним миллиардов евро, которые Греция потратила на Олимпиаду, уж точно сегодня бы не показались лишними. Да, как раз именно для тех, что у них можно было Кипр выкупить обратно, кстати, за недорого. Ну, в общем, мы сейчас после выпуска новостей вернемся в студию, да, и как раз побеседуем с вами, куда же может ударить нас и насколько сильно, да, и что действительно нам остается в оставшееся время сделать, чтобы этого не произошло. Буквально через несколько минут мы встаем в студию. Ну, что ж, мы возвращаемся в студию, где у меня находится Олег Буклемишев, я и Игорь Витель беседуем об Олимпиаде и как она повлияет на экономику России. Так вот, Олег, что нам в оставшиеся месяцы остается сделать для того, чтобы такой катастрофы не случилось с российской экономикой? А главное, каковы масштабы могут быть этой катастрофы? Ну, я не думаю, что катастрофа будет и что она будет сколько-нибудь масштабной. Ну, я думаю, что это будет довольно серьезный удар по государственным финансам в конечном итоге. И то, что сейчас скрыто и не видно, как удар по государственным финансам. Например? Ну, например, вот не так давно, месяц или пару месяцев назад выступил председатель внешнеэкономбанка Владимир Дмитриев, который сказал, что из кредитов Олимпстроя вернется порядка четверти. Это такой звоночек. Понятно, что не внешнеэкономбанк будет покрывать эти убытки. Эти убытки будут покрыты за счет наших с вами денег, средств налогоплательщиков. Совершенно верно. Я не исключаю, что есть еще много таких аналогичных скрытых пассивов, которые рано или поздно всплывут на поверхности. Как так получается, что Олимпстроя не сможет вернуть долги? Как они должны были отбиться, эти деньги? Это же гарантированные государством стройки, это стройки, ведущиеся в этом авральном массовом режиме. Что-то успевают, что-то не успевают. Где-то там смыло порт, где-то был обычный закон стройки, что смета всегда превышается. Где-то было обычное... Хорошо, а люди, которые дают деньги, они не понимают, что смета может быть превышена? Да, когда стоит политическая задача, тут же деньги-то не свои дают, дают деньги государственные. Ну, а государство не хочет как-то более внимательно последить за своими деньгами? Я понимаю, что риторический вопрос. Абсолютно риторически, когда стоит политическая задача, на все остальное закрываются глаза. Это же нам известно не только из олимпийских примеров, из многих других. В данном случае стоит политическая задача провести Олимпиаду любой ценой. Я боюсь, что действительно вот эти слова любой ценой, они станут таким знаменем, под которым Олимпиада и будет проводиться. А может вся ситуация с Олимпиадой привести, на ваш взгляд, не к экономическим, точнее не только к экономическим, но и к политическим? А вот это интересный вопрос, потому что я боюсь, что опять не исключено, что возникнет та же история, что в 80-м году. Потому что опять мы увидим различия между высоким такими замахом и тем ударом на копейку, который... Это может зависеть от спортивного результата, потому что я тут недавно услыхал от министра спорта, который сказал, что дай бог нам занять четвертое место по медальному зачету на Олимпиаде. Ну, я вообще за спортом слежу, но для меня это было удивлением, что вот на своей домашней Олимпиаде мы ставим такую амбициозную задачу, как четвертое место в общем медальном зачете. Нельзя все-таки провести прямую аналогию, а потом все-таки Олимпиада 80-го года, которую я хорошо помню, она в общем-то была праздником, тем не менее, для нас, для всех. И она как раз отчасти привела к тому, что патриотизм, гордость такая-то, он все-таки уровень, скажем так, доверия к государству, он все-таки повысился. Но это бывает в государствах закрытых, да? Это бывает в государствах закрытых, это бывает в государствах, которые вот всей своей мощью тоталитарной или полутоталитарной наваливаются и делают все, чтобы ни сучка, ни задоринки не получилось. Тем более, что я напоминаю, что эта Олимпиада прошла в обстановке бойкота. Когда сам бог велел советским спортсменам на тот момент выиграть значительную часть медалей на домашней своей Олимпиаде. Ну, на самом деле, это все не совсем так, потому что бойкот бойкотом, но приехало много сильных спортсменов из других стран. Приехало много сильных спортсменов, но бойкот стороны ведущей спортивной державы США, с которой в тот момент шло именно большое спортивное соперничество, конечно, сыграл. Ну, во-первых, мы сейчас стоим на пороге того, что, в общем, может, и американцы. Ну, я понимаю, что это маловероятный сценарий. Я понимаю, что этого не произойдет, но опасности вот такого рода, что история, которая приключилась с известным законом в отношении сексуальных меньшинств, когда было объявлено неожиданно... Что даже спортсмены не попадут. Да, Олимпийский комитет неожиданно сказал, что спортсмены Олимпиады как бы не подпадают под действия внутреннего российского законодательства. Это тоже довольно интересный момент. Он чувствительный не с точки зрения даже самого своего содержания, а в том, что у нас опять вот как Сколково создается... Некая двойная стандартная. Некая двойная стандартная, некая офшорная зона, где не действует российский закон. Если мы хотим что-то сделать нормально или хорошо, там российский закон действовать не может. А, ну, как показало Сколково, и отсутствие российского законодательства... Даже отсутствие российского закона не помогает, но сам по себе пример, да, потому что Сколково – это один из вот... Ярких примеров. Ярких примеров. Ну, хорошо, ну, давайте посмотрим, действительно, на экономику. Возьмут, действительно, там, вот пойдет, дай бог, Олимпиада пройдет, хорошо, может, там, и первое место. Ну, вдруг такое случится, счастье. Это сейчас неважно. Значит, после этого у нас что остается? Сколько было построено новых гостиниц? Насколько они пригодны к созданию массовых курортов? Насколько затраты на эти гостиницы приведут к тому, что действительно станет, ну, вполне возможно, комфортабельный, приятный отдых возникнет и в районе Сочи? Потому что природа-то замечательная, грешно ее действительно не использовать. Грешно не использовать. Вот есть хороший пример на сервис зимней Олимпиады. Когда я готовился к передаче, я прочитал, что в Лилихамере 40% гостиниц, которые были построены к Олимпиаде, ровно там через определенный промежуток времени после Олимпиады, обанкрутились. В Лилихамере, если мне память не изменяет, нету теплого моря. Там теплого моря нет, но там были построены две шикарных трассы горнолыжных, ну, собственно, это тоже хороший вид отдыха. Но эти трассы тоже были проданы с молотка и, по сути, по цене, которая совершенно не отвечала... А почему? Теперь возникает вопрос, почему? А ровно потому, что это все государственные стройки. Это стройки, которые не делают частный бизнес. Это импульсное использование, которое действительно в период Олимпиады, гарантированное импульсное использование, а после этого требуется уже совершенно... Ну, вы привели один пример с Лилихамером. Я не готовился так масштабно к передаче, да, потому что мне все-таки вопросы задавать и не ответы отвечать, да, но я наверняка уверен, потому что как раз вот, кстати, положительный момент Олимпиады 80, я помню, что вышел прекрасный альбом с историей Олимпиады, он у меня стоял в книжном шкафу, и я его до дыр тогда зачитал. Но думаю, что и после 80-го года у нас есть примеры Олимпиад, когда олимпийские объекты удачно использовались. Шереметьево-2, например, это аэропорт построил бы по сути. Весь Юго-Запад, да, появились действительно жилые... Олимпийская деревня. Олимпийская деревня, да, появилась в Москве, появились новые кварталы, да, не могу сказать, я не знаю точно, во сколько они обошлись дороже, чем другое жилье, которое строилось в те годы, но появились, да, и даже посмотреть на зимние Олимпиады, тут не только же жилье, да, использование трасс наверняка горнолыжных и катков вполне наверняка где-то добавляло и городу, и стране, очков, да, то есть были наверняка трассы, после которой люди решили, вот, а давайте-ка мы поедем, и вот на этих трассах будем теперь там кататься. Весь же вопрос в том, возникнет массовое движение, народ скажет, да ну нафиг это Куршавель, поехали-ка мы покатаемся в Сочи. У вас есть такое ощущение, что это возникнет? У меня нет такого ощущения, к сожалению, у меня такого ощущения нет, я бы с удовольствием, я был брат, если бы такое ощущение где-то в какой-то доле возникало, но, к сожалению, у меня такого ощущения нет на сегодняшний день. Вы помните, когда, я очень хорошо запомнил, Лондонская Олимпиада, когда была, половина лондонцев покинула город. Угу. Но он в Москве тоже покинул, только не по своей воле. И Нориэль Рубини тогда даже твитнул, он сказал, я пришел на Вест-Энд в ресторан, и в первый раз в жизни этот ресторан в моей жизни, в первый раз, и в ресторан пустой. А Рубини участвовал в Олимпийских играх? Он не участвовал, он просто был в Лондоне в момент прохождения Олимпийских играх. Я просто несколько раз с ним лично общался, имел счастье или, наоборот, несчастье беседовать, для меня это как раз, опять-таки, лирическое отступление абсолютно непонятно, за счет чего человек ездит и получает такие гонорары по всему миру, рассказывая вещи, которые, Олег, вы бы рассказывали в 10 раз интереснее, это не комплимент. Ну, давайте не будем Рубини, он считается предсказателем кризиса, и когда человеку один раз повезло, он 20 раз скажет, что наступил кризис. У нас в этой роли выступает Михаил Леонидович Хазин, дай бог ему здоровья, он тоже предсказал у нас кризис. Один из 20. Нет, но все-таки надо дать должное Михаилу Леонидовичу, он свою роль в предсказании кризиса, так же, как и Рубини, раскрутил очень удачно. Но дело не в этом, да, вот сейчас мы с вами пытаемся предсказать тоже кризис, да, понять, каким тектоническим сдвигом вообще может привести Олимпиады к социально-политическим, да, к экономическим и так далее. Где действительно может треснуть так, что нам потом эта Олимпиада будет аукаться очень долго? Треснуть может... Бюджет. Бюджет. Треснуть, причем не сразу, а через определенное время, когда вскроются вот эти скрытые на сегодняшний момент условные обязательства бюджета. Треснуть может тогда, когда с таким трудом, с такими расходами построена инфраструктура в самый важный момент даст какой-то сбой. Это будет тоже срыв, которого ни нам не простят ни внешнеполитически, ни внутриполитически, это тоже будет огромный срыв. Треснуть может с точки зрения того, что мы можем нанести, например, какой-то непоправимый ущерб, я считаю, вот этой самой зоне уникальной экологии сочинской, да. Потому что то, что сейчас там происходит, вот эта вот стройка, требуется, вообще говоря, серьезно посмотреть, какой ущерб нанесен той природе, которая там была, и вообще станет ли эта зона привлекательнее после Олимпиады. То есть вполне возможно, что она станет не более привлекательнее, а менее привлекательнее. Я не исключаю этого, потому что были какие-то сигнальчики, что экология наносится ущерб, потому что вот именно вот эта вот... А вообще есть когда-либо примеры в истории Олимпийских игр, когда Олимпиада проводилась в таком климате, зимняя Олимпиада? По-моему, нет. По-моему, тоже нет, но есть случаи, когда Олимпиада проводилась даже южнее, чем зимнее, чем сочинские широты, есть такие примеры, но в данном случае мне кажется, что это не самое главное. Может быть, конечно, погодный срыв, и это тоже будет, войдет вот в нашу отрицательную копилку, но я думаю, что этот, тут мы просто разведем руками, скажем, ну извините, форс-мажор не шмагла. А вот инфраструктурный срыв может дорого обойтись с точки зрения. А что может стать инфраструктурным срывом? Ну, я не знаю, встанет аэропорт в какой-то момент, вырубится там электричество в момент прибытия гостей. Так, как его первый раз сдавали, когда приезжала Кабисия из МОК, я думаю, что это немаловероятный вариант. Какой-то срыв с точки зрения безопасности, опять же, не хотелось бы негативно в этом смысле пророчить, но я знаю, какие усилия прикладываются для того, чтобы обеспечить безопасность в этой совершенно небезопасной точке, да, но тем не менее, если какой-либо срыв с точки зрения безопасности происходит, то это тоже удар сильнейший. Ну, вот тут нам остается только молиться, чтобы это не произошло и сказать спасибо нашим спецслужбам. Я надеюсь, что им как-то так или иначе удастся избежать вот этой вот неприятной истории. Но мы буквально вернемся через пару минут в студию и продолжим беседу. Ну что ж, мы возвращаемся в студию, это Игорь Виттер, парадокс с Игорем Виттером, в гостях у меня Олег Буклемешев, доцент экономфака МГУ, обсуждаем, как повлияет Олимпиада на экономику России. А вот мы можем сейчас посчитать, Олег, вообще примерно, ну, хотя бы с неким допущением, во сколько нам станет Олимпиада, да, то есть, когда мы с вами говорим, что это будет тяжелый удар по бюджету, давайте сейчас вот попытаемся понять истинные расходы на проведение. Истинные расходы на проведение, но я, опять же, готовясь к передаче, посмотрел, есть оценка, которую дает Википедия на эту тему, это 50 миллиардов на сегодняшний момент. 50 миллиардов – это сумма совершенно нетривиальная. Прямо скажем, это не конец света, но сумма, которая абсолютно нетривиальная, если вспомнить, что нас через несколько лет после Олимпиады ждет аналогичное мероприятие. Чемпионат мира? Чемпионат мира по футболу, тут, кстати, тоже есть очень много интересных вещей, истории про то, как ЮАР провела этот чемпионат, где действительно красочные, десятки тысяч зрителей на стадионах, и после этого эти стадионы стоят пустые, разваливаются и, в общем-то, не используются. Ну, в общем, вы знаете, по истории ЮАР, я думаю, что можно написать много красочных, и рассказать много красочных историй, да, и думаю, что на экономику ЮАР Олимпиада как раз сказала пагубное воздействие, а главное, что на внешний облик. Не Олимпиада, а чемпионат мира. Да, чемпионат мира, прошу прощения, потому что каждый первый участник рассказал о том, как его ограбили, в общем, кто после этого поедет в страну. Ну, в общем, хотя отношение к Манделе у нас, я вижу, все улучшается и улучшается, хотя, может, Навального нового Манделы это зовут не потому, что это не положительное сравнение, а наоборот, представляется Алексея... Ну, давайте не будем сравнивать несравнимое. Да, батюшка Алексея Анатольевича будет лично, видимо, на каждого провинившегося надевать автомобильную покрышку и поджигать, как это делал Манделос и товарищи. Ну, неважно, давайте посмотрим, действительно, 50 миллиардов по отношению к бюджету, что это? Это, я еще раз повторяю, это сумма, которая, в принципе, по отношению к бюджету эта сумма довольно большая, но по отношению, скажем, к резервам, вот сейчас заговорили о реконструкции, скажем, БАМа, Транссиба и так далее, да, вот там суммы, о которых говорят, они, в принципе, ну, поменьше раз в пять, да, вот, стоимость проекта БАМа, реконструкции БАМа. Ну, только учитывая, что Транссиб, БАМ, это действительно может оказаться серьезным вкладом в экономику, может, может, может. Может оказаться, надо смотреть, надо считать. Да, и сахалинские проекты тоже, вот, если речь идет о энергетическом мосте, там, Сахалин, Япония, например, это все как раз вещи, которые я неожиданно оцениваю весьма положительно. И тут тоже надо считать, на самом деле, вот, из чего складывается это 50, да, это те деньги, которые, часть из них действительно пошла на нужные вещи. Но какая часть, и какая часть реально вот начнет работать мультипликатором, вовлекать новые рабочие места, новые производства, создавать в экономике, это большой для меня вопрос. Действительно, анализ потребуется, вот, до сих пор нету, к сожалению, хорошего анализа по Лондонской Олимпиаде. Потому что пока финансовые бабки, строго говоря, не подбиты. И люди оперируют разного рода догадками, нет пока четкого ответа. Ну, там сам удар, вот, если посчитать непосредственно, там, по-моему, в серьезные убытки вышла Олимпиада. Ну, если просто считать, там, расходы на проведение, минус это самое. Сложно считать, это всегда ложится в разные бюджеты, в разные долги. Вот, например, Монреаль, он рассчитался через 30 лет по олимпийским долгам после проведения уже самой Олимпиады. Я не думаю, что современные Олимпиады, они обходятся дешевле, они обходятся каждым разом все дороже. Вы знаете, я зато знаю по меньшей мере один пример, когда Олимпиада действительно изменила и облик города, и целые области, и практически, ну, не жизнь страны, да, но вот дала новую жизнь городу и сопутствующим областям. Это Барселонская Олимпиада, и Каталония после этого получила мощнейший импульс к развитию, да, и Барселона расцвела, и количество туристов, которые, Барселона к 90-м годам несколько захерела, да. Это, конечно, был вполне себе город, но определенные моменты, да, и вполне себе градостроительные в том числе, они мешали, да, в общем, город был примерно на уровне сейчас своих не самых приличных кварталов. А вот Олимпиада полностью изменила, привлекла туристов, дала новую инфраструктуру и все. То есть тут есть положительный момент, но посчитать это... Есть положительный момент, но, опять же, можно ставить вопрос, а кто за это заплатил? Да, если за это заплатил испанский налогоплательщик, не надо забывать, что в Испании тоже такое достаточно специфичное отношение между столицей и Барселоной. Да, уж, я как каталонский сепаратист, да, я вполне эти отношения знаю. Поэтому тут всегда выигравшие и проигравшие в результате Олимпиады это разные люди. Вот одни люди получают действительно деньги себе в карман, другие люди бизнеса получают себе работу и развитие своего бизнеса, а другие, например, не могут вести бизнес. Я отлично себе представляю, что в том же самом Сочи... Огромное количество людей были вытеснены... Были вытеснены из нормального своей среды обитания. Обычно, когда в любой точке у нас там приезжают випы, в городе бизнес же тоже практически останавливается. А я думаю, что у нас будет вип-шоу сплошное, вот эта самая Олимпиада предстоящая. Одни бизнесы действительно получат... Нас же интересует, что будет после того. Я абсолютно уверен, что билеты все на Олимпиаду будут проданы, места будут забиты. А трансляции, ну, наверное, худо-бедно тоже будут проданы. Думаю, что многие жители Сочи, которым это будет не по карману, предпочтут покинуть город наперед. Ну, хорошо, но они же вернутся, вот они вернутся, а тут вот есть новые дома для проживания. Да, новые стадионы, которые не знают, как использовать. Кто сказал, что не знаешь? Мне не хотелось бы быть адвокатом дьявола в очередной раз, адвокатом Олимпиады. Потому что я-то таки догадываюсь, что эти стадионы будут, но я хочу надеяться, что эти стадионы будут использоваться детскими сборными по хоккею. Что у нас в стране воспрянет горнолыжный спорт. У нас нет в стране, к сожалению, столько детских сборных по хоккей, чтобы занять эти стадионы. Так должны быть, должны быть. Дети увидят хоккей, новый Харламов увидят по телефону. Но каток должен быть у них во дворе. Согласен. Вот тут я абсолютно согласен. Олег, ну очень же хочется надеяться. Очень хочется хорошего, конечно. Очень хочется хорошего, да. Очень хочется, чтобы это стало праздником. Но когда я действительно смотрю на те цифры. А вот давайте на саммит АТС посмотрим. Он дал какой-то импульс к развитию региона? Только вот без тех слов, которые Мизурина запретила. Боюсь, что нет. Это, кстати, интересно. Еще одно лирическое отступление. Мне, видимо, где-то сидит прямо вот в интернете люди, которые отслеживают все, что говорится о саммите АТС, а главное, о мосте на остров Русский. Потому что стоит мне что-нибудь в эфире сказать, ровно на следующий день я читаю в блогах. Опять этот гаденыш наехал на наш мост, руки прочь вообще, ему там, наверное, за это деньги платишь, что он наезжает. Но я когда... Сколько там? В 2 миллиарда, что ли, обошел строительство всей этой инфраструктуры, да? Вы, конечно, были на острове Русск? А я был. Ну, вот это действительно серьезная история. И кто и зачем, и почему там это все проводил. Причем я, когда прилетел в Владивосток, у меня было ощущение, что я сажусь вот посреди картофельного поля во время войны еще на каком-нибудь кукурузнике. Потому что даже состояние взлетно-посадочной полосы было таково. А уж про дороги я молчу. А ведь это огромный край, который можно было возродить. Так вот, что сейчас, на ваш взгляд, можно попытаться сделать в оставшееся время для того, чтобы действительно Олимпиада в Сочи не прошла хорошо? Последствия были не столь больными. И наоборот, все-таки, где, на ваш взгляд, есть явные мультипликаторы, куда государство еще может уложиться, скажем так? Мне кажется, что, к сожалению, изменить ничего уже нельзя, поскольку эта колесница уже катится на полном ходу. Все, что запланировано, видимо, будет сделано так или иначе, с доделками, с недоделками. Потому что про сами ТТС рассказывают вот эти вот удивительные байки про здание без розеток и так далее. Вот все, что намечено, видимо, так или иначе будет сделано. Единственное, что можно было бы, наверное, еще поменять, это все-таки спустить эти деньги, спустить хоть какую-то часть благ вниз к реальному бизнесу, который действительно будет жить после того, как закончится Олимпиада. А как это можно сделать? Это можно введением каких-то особых, я не знаю, может быть, каникул для развития этого бизнеса после того, как пройдет эта Олимпиада. Каким-то образом распродать вот эти активы, которые появятся неизбежно и будут незадействованы. Вот это все льготно людям отдать местному бизнесу. Не кому-то там, большому дяде из большой корпорации, а реальному местному бизнесу, который будет это развивать. Вот мне кажется, что единственный шанс что-то хорошее из этого извлечь, это чтобы снизу все это проросло. То есть именно такой вариант? Да. Хорошо. Если посмотреть вот сейчас еще раз внимательно, где можно подкорректировать бюджет Олимпиады? Возможно ли это? Я думаю, что уже нет. Я думаю, что единственное, что можно сделать, это сделать тайное явным. Перевести расходы из скрытых в явные, перевести обязательства из негосударственных, квази-государственных в чисто государственные. И действительно реально посчитать, посмотреть, во что все это обошлось. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Ну, уже, видимо, поздно. Нет, все равно это нужно делать просто для расчистки финансового баланса, чтобы это не стало сюрпризом при составлении бюджета 2014 или 2015 года, что неожиданно. В бюджете появилось новое обязательство, и это обязательство нечем крыть. Если сейчас, вот просто отвлечься от Олимпиады, какие-то потрясения, в принципе, могут ждать вот на этом? У нас мы же сейчас вступаем в такую пору неприятную, у нас август близко, да, которой традиционно у нас пора потрясений. А экономики мира тоже как-то сейчас все в очередной раз дают нам понять. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Что сейчас может долбануть вообще? Вот если сейчас убрать Олимпиаду из расчетов, просто интересно посмотреть, что может произойти. В этом году? Да. В августе? Не обязательно в августе, просто вот до Олимпиады что может потрясти Россию и мировую экономику? Сейчас вообще никак не связано с Олимпиадой. Да, да все что угодно. Может начать раскручиваться вот эта история с прекращением американского стимулирования экономики и начала нового цикла повышения американской процедуры. И к чему это может привести? Это маловероятный на сегодняшний момент сценарий, но если Гринспин, скажем, в январе, это был Гринспин, Бернанке, Бернанке в январе уходит. Но он таки, да, уходит. Да, вместо него в это кресло садится ястреб. Там девушку скорее поручит. Вполне себе ястребинную. Вполне себе ястребинную девушку. И вот если ястреб иначе смотрит на раздувающийся в экономике США пузырь и то, что многолетнее стимулирование там, ну, худо-бедно поддерживало функционирование американской экономики, но не привело к принципиальным изменениям по большому счету, да, то новый цикл повышения процентных ставок может серьезно стукнуть по всей мировой экономике. Тут уж к бабке не ходи, это будет довольно больно и нам в том числе будет довольно больно. А вот если как бы это все происходит еще до Олимпиады, да? Это если произойдет, то будет, конечно, до Олимпиады. Например, я помню, что еще в прошлом году по Питерскому форуму бегал министр экономики, точнее министр финансов и говорил о том, что вот если сейчас нефть будет ниже 90, то у нас будут серьезные проблемы с бюджетом, да? А в принципе есть несколько сценариев, которые показывают, что это не самый невероятный из вариантов. Это не самый невероятный, но все-таки я не считаю, что в бюджете нас ждет вот в ближайшее время катастрофа. Во-первых, накоплены достаточные резервы, чтобы по крайней мере на год-два затыкать любые дыры, любые дыры практически, да? Во-вторых, все-таки государственный долг Российской Федерации позволяет... Крайне низок. Крайне низок, 10% в самом плохом случае от ОВП, он позволяет какое-то время профинансировать бюджетные расходы за счет заимствований, но не очень долгое время. Но речь же не идет о том, что вот мы сейчас заткнем на год дыры, а потом все будет хорошо. Ведь если сейчас повторится в ухудшенном виде сценарий 2008-2008... Мы же на Олимпиаду смотрим сейчас, да? Вы знаете, не только на Олимпиаду, просто интересно, что вокруг может произойти, ведь на самом деле на проведение Олимпиады могут подействовать самые неожиданные вещи, да? Начнется развал Евросоюза, и действительно в Америке цикл повышения процентных ставок, да? И паника на мировых рынках, и у нас наши резервы начнут таять с ужащающей быстротой, потому что будет удар по банкам, мы опять начнем заливать их ликвидностью, как мы заливали, но только не все банки и не всю банковскую систему, а верхний эшелон, да, государственных банков. И деньги-то у нас очень быстро закончатся, и попадут они как бы правильным людям в кармане. Если вы помните историю как раз той волны кризиса, то банки еще на те деньги, которые им давали затыкать дыры, они прекрасно занимались валютными спекуляциями серьезными, и очень неплохо на этом заработали. Фактически треть резервов была, ушла на косвенную субсидию банковскому сообществу. Да, поэтому как бы ситуация-то может оказаться еще более неприятной, и в результате, у нас Олимпиада, у нас тут мы стоим с такими, ну не с пустыми карманами, но мы понимаем, что если бы сейчас наполнили эти карманы, то там послезавтра у нас, мы же не можем жить думая горизонт год-два, правильно же? Ну, после выпуска новостей вернемся. Ну что ж, продолжаем. В студии у меня доцент экономфак МГУ Олег Буклемешев, и я Игорь Виталь, это продукт с Игорем Витальем. Олег, а вообще Олимпиада и вот такие спортивные мероприятия, как проект, исчерпали они себя или нет? Ведь такие траты в современном мире, в современной экономической обстановке, да, мало кто сможет позволить. Ну, даже не просто траты, вообще, если вспомнить, с чего начиналась Олимпиада, вот эти чистые античные состязания, да, и вот эта идея Пьера де Кубертена о том, что любители собираются, начинают соревноваться, да. А тут приезжают мультимиллионеры из NBA, которым там за одну минуту своего времени на площадке получают больше, чем многие из соревнующихся с ними любителей спортсменов. И вот то, что происходило на Универсиаде только что, кстати, показывает, я рискую быть обвиненным в непатриотизме или в том, что мне нужна Виагра, да, как известно. То, что происходило на Универсиаде, на самом деле подвело Универсиаду к такому вот логическому тупику. Потому что когда одна команда выигрывает чуть ли не половину, или, по-моему, даже больше половины всех медалей, это что-то, вы знаете, в современном мире довольно странное. То же самое, но с другой стороны, эта проблема ждет и Олимпийское движение, потому что Олимпиада сегодня это колоссальный коммерческий проект. Совершенно непонятно, зачем, из каких спортивных соображений нужно стягивать все это в одно место, в один город. Потому что только что была дискуссия о том, а не стоит ли проводить Олимпиаду не в городе, а в стране. Да, просто вот как вот чемпионат мира по футболу, его же разбрасывают по различным городам, и в различных городах проводятся разные состязания разных групп. Нет-нет, сказал Международный Олимпийский комитет. Хотя, мне кажется, это было бы логичным выходом, что страна проводит Олимпиаду. И уже, кстати, далеко не в каждой стране это под силу, мне кажется. Потому что этот проект все дороже и дороже. Он вызывает все больше и больше расходов с точки зрения, прежде всего, чистой безопасности. В современном мире мы уже не можем игнорировать, что просто безопасность, когда толпы людей собираются на спортивные состязания самого разного толка со всего мира. Это все происходит на ограниченном пятачке земли. Это колоссальный проект с точки зрения логистики, финансов. Чего бы то ни было. Это просто Олимпиада в нынешнем ее понимании постепенно стремится к своему пределу. И рано или поздно придет к тому, что просто не будет спроса на новой Олимпиады. И будет уже даунсайзинг Олимпийского проекта, когда Олимпиада начнет становиться все меньше и меньше. Я не исключаю, что это рано или поздно произойдет. Почему вместе надо собирать все чемпионаты мира, производить их одновременно раз в четыре года в одном и том же месте? Совершенно непонятно. Ну, я с вами абсолютно согласен. То есть, вы считаете, что, тем не менее, Олимпийский комитет на это не пошел? Олимпийский комитет, собственно, сидит на этом проекте. Олимпийскому комитету, и вообще говоря, международного сообщества, надо, мне кажется, немножко задуматься, куда ведет вот эта инфляция амбиций. Во что превратилось это Олимпийское движение? Это коррупция, которая торчит, кстати, из Международного Олимпийского комитета и Олимпийского движения. Постоянно вылазят какие-то скандальчики. Это все, мне кажется, хорошие сигналы о том, что здесь надо что-то менять. В этой системе нужно что-то менять. И этот праздник спорта, это действительно праздник спорта, это крупнейшее в мире коммерческое спортивное шоу. Это действительно огромное шоу. Но вот стоимость этого шоу, его логистика становится просто неуправляемой. А какие политические процессы это может разбудить в России? То есть, действительно ли возможно недовольство определенных регионов, определенных слоев общества, которое действительно может стать тем самым тектоническим сдвигом, который подвинет все к такому, в общем... Ну, вы знаете, сейчас мне кажется, что общественное настроение у нас настолько взвинчено. Совершенно невозможно угадать, что явится вот тем... Триггером. Триггером, той иголочкой, которая кольнет это настроение, оно взорвется, да? Я не исключаю, вот проиграет наша сборная, не дай бог, по хоккею в каком-нибудь четвертьфинале. Кто-нибудь что-нибудь там погромит. Разъяренный болельщик, да? И это может явиться стартовым... Опять же, не дай бог, это я вот типу мне на язык, что называется, да? Но это сценарий, который вполне реально просматривается. Буйные болельщики, разносящие какой-то там, бьющие морду геям, неграм, кому там... Ну, слушайте, вы знаете, в таком случае в Англии уже давно должна быть 115-я революция, потому что английские фанаты после каждой игры упоенно бьют морды всем. Ну, все-таки... Если вы когда-нибудь бывали в выходные в английских пабах, вы понимаете, что в стране не происходит революция, обусловлено только количеством алкоголя. Вы знаете, вот количество алкоголя это тот самый случай, где спасает общая некая культура. Как бы не парадоксально это звучало в отношении к английскому болельщику, но для того, чтобы английский болельщик пошел... Я никогда не видел в России ни одного человека в таком состоянии, в котором я видел посетителей английских пабов. Ну, до такого состояния свинства у нас бомжи на задворках вокзала никогда в жизни не дойдут. Понимаете, ну, не бывает, особенно в английской провинции. Понимаете, за картинкой вот этой вот замечательной викторианской, поствикторианской Англии, с Кейт Миддлтоном и новорожденным младенцем, люди, которые не бывали в английской провинции, не видели небольшие, особенно города, пострадавшие там после шахтерских всех, закрытий и прочего, да, как живут люди в этих городах, в какой нищете, в каком страхе, и что с ними происходит каждые выходные, пусть только как они на последние копейки набиваются в пабе, в России такого просто нет. Я боюсь, что вы приукрашиваете нашу действительность. Я не приукрашиваю нашу действительность, не очерняю их действительность, понимаете. Я просто много, так же, как вы, видел, что своими глазами, да, вот английские пабы, это в провинции как раз то место, где английский бунт бессмысленный и беспощадный. Они просто напиваются от такого состояния, что уже не способны громить. И это дело не только в английских болельщиках, это английская панкеризация общества, давайте назовём его так, ампинизация и панкеризация. Поэтому я согласен абсолютно с вашей теорией, что именно с этого можете стартануть, но я надеюсь, что нет. А вот то, что жители целых регионов могут оказаться недовольны своим положением после проведения Олимпиады, и действительно у них на глазах пройдёт зрелище, они ещё более отчётливо почувствуют свою нищету и бесправие, вот это может, на мой взгляд, произойти. Да всё-таки я думаю, что возвращаясь к Олимпиаде 80, которая привела к столкновению значительной части общества всё-таки с иной действительностью, я думаю, что такого сильного шока уже для людей не будет, потому что люди всё-таки понимают то, что происходит. Да, вот это роскошество, которое произошло на саммите АТС, это роскошество, которое будет в Сочи, и роскошество, которое нас ожидает на чемпионате мира по футболу, очень сильно будет раздражать. Но для того, чтобы... Я подожду, до чемпионата мира ещё дожить надо. Ну, тем не менее, тем не менее, всё-таки футбол у нас самый народный спорт. Не относись к нему, и футбол, чемпионат мира по футболу захватит в свою орбиту значительно больше, наверное, даже количества людей, чем Олимпиада, судя просто по посещаемости этих мероприятий. И тут эффекты могут быть то же самое, что ни на есть. А недовольство тех элит, которым дали заработать, и тех, кому не дали заработать, да? То есть, некие нарождающиеся элиты, которые имеют уже некий политический вес, же политические амбиции... Ну, я думаю, что заработали ровно те элиты, которые зарабатывают во всех остальных местах, а не заработали это те, с кем не принято считаться. Что-то же должно стать последником. Что-то должно быть, но я еще раз говорю, что очень сложно предсказать, что будет ей. То есть, вы считаете, что, в принципе, будет плохо, но не будет катастрофически? Олимпиада нанесет удар, но мы его золотаем, деньги у нас есть. Какие-то вспышки, возмущения, они вполне могут быть, но при этом все будет не так катастрофически. Мне кажется, что да. Хочется в это верить, по крайней мере, не дай бог, если что-то такое вот приключится, о чем мы сегодня разговаривали. Ну, на этом наша передача подошла к концу. Напомню, что это был «Парадокс» с Игорем Витарем, а в гостях у меня был доцент экономфака МГУ Аклек Буклемишев. Услышимся завтра в то же время. До свидания.